21 том книги открытым оком вопрос номер 3440 тема община и что вы теперь будете делать когда вас так кинули отняв епископа снова в раскол идти отвечает игнатий тихонович лапкин пока все идет по тому сценарию как мы предполагали написали прощ прошение в сенот и разослали его всем знакомым архиереем в пцз кавычки открываются прошение все нотр пцз сос 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 преосвященные и высокопреосвященные архипастыри обращаемся к вам с великой нуждой мы покинули своим епископом покинутые своим епископом евтихием которого назначили в московской патриархии векарным епископом домодедовским 17 мая 2007 года мы же до этого дали согласие на каноническое общение признавая благодатность таинств и в московской патриархии как и в рпцз но на большее мы не давали согласия никогда и вдруг узнаем что к акту есть еще и дополнение где сказано о ликвидации приходов рпцз на территории россии для нас совершенно неприемлемо поминание патриарха и вхождение по домофор местного епископа московской патриархии тут дело даже не столько в сергианстве и в экуменизме в коих грехах московская патриархия так и не раскаялась а в их ненависти к нам в их преследовании нас и нашего благовестия в миру для них в их наставлениях мы продажные купленные за американские доллары мы окружены ложью местного епископа и священства их открытого поношения нас с нас с называнием имен и фамилии наших в их храмах во время богослужения в их епархиальных газетах не отриньте нас мы желаем быть под вашим афором но только на тех же правах как и приходы рпцз за рубежом в других странах московская патриархия ставит условия ликвидацию приходов рпцз на территории россии единственно потому чтобы никто их не обличил своей жизнью они ни с кем так нервы не воюют не с католиками не с еретиками не с мусульманами но круглосуточно воюют только против приходов рпцз наша община была образована в 1991 году благодаря благовестию в миру сегодня в нашей кристосвежинской общине с детьми 99 человек у святоанфимовской в святоанфимовской общине в поселке потеряевка 48 человек у нас есть детский православный трудовой лагерь стан который существует уже 35 лет мы идем 16 лет за занятия в местном университете откуда епископ московской патриархии не раз официально пытался нас вышибить но ректор не пошел на эту авантюру не раз выступали против нас и по радио и в местной светской печати прежний епископ антоний масендич приносил свои извинения за свои выпады против нас от теперешнего епископа этого не дождаться там внутри непрерывная война идет со своим священством за деньги священству патриархии политизированному до мозга костей отказано богом в благовестии и слепотствующий народ ходящий в храмы ничего не знает по писанию библия не имеет у них никакого авторитета количество посетителей в храмах патриархии неуклонно падает а количество разнообразных сект и их прихожан стремительно растет и это только благодаря злобе и темноте священства летующего против евангельской проповеди мы можем быть ближе друг другу только подвязаясь единодушно за веру евангельскую сила никит послание филиппийцам 1 глава 20 седьмой стих воюют же патриаршие ставленники против нас не зря у них есть на то причины за 16 лет со дня основания нашей общины нами было распространено в городе барнауле около 70 тысяч материалов на различные темы о крещении о покаянии о библии о благовестии о церкви и другое брошюра отца виктора потапова молчанием предается бог 500 экземпляров экуменизм перепелкиной примерно столько же горькие плоды сладкого плена зои крахмальниковой отца георгия георгия дриштейна отца глеба и кунина о подлинном лике московской патриархии и тому подобное у патриархии совершенно одинаковые с их родителями сталин бери дух непримиримая ненависть к свету к любому обличению мстительность и злопамятство они никогда нам не простят уже соделанного нами для их же спасения они давно перешли ту грань из-за которой уже нет выхода нет покаяния когда я уезжал по приглашению митрополита виталия в америку зоя александровна повторяла неоднократно зарубежных они больны россией они не знают россии и в этом я убедился это так и остается поныне в россии почти нет никакого пробуждения истинного духовного открытие монастырей храмов это все внешняя фикция отнюдь не рождение свыше от проповеди евангелия священником на две на на две наши общины является протеерей отец аким лапкин который был и на пастырском совещании в нью-йорке и на соборе сан-франциско мы приняли решение собора и подчинились им и вдруг нас толкают в объятия смерти евангелие от матфея 5 глава 37 стих но да будет слово ваше да да нет нет а что сверх того тот лукавого мы согласились идти в плен вавилонский но не согласны чтобы садомиты и творили над нами беззаконие мы состоялись как общины детский лагерь и с нуля начали восстанавливать православную деревню потеряевку если пойти по томофор епископа московской патриархии кто бы он ни был он сразу же все разорит развеет по ветру то над чем он не трудился ни одного часа а все эти 16 лет они только и делали что убивали нас поносили преследовали и всячески оскорбляли мы видим что это особенно усилилось сразу после обе объятия объявления о признании друг друга и так каждый день нам совершенно невозможно остаться в живых если мы войдем вольемся в местную епархию это невозможно ни сегодня не через пять лет и никогда войти в них к ним можно только через хулуна духа святого отречься от благодати призывающей благодати обращающей поэтому мы просим сохранить вас не отталкивать не отталкивать нас от себя под вашим амафором и всего этого достигли в московской патриархии было абсолютно немыслимо добиться сего какой простой и доступный был у нас епископ евтихий он как один из нас он не князь не жировал при бедности народа и вот иной пример прошу в местную епархию приглашение местному епископу максиму дмитриеву 15 мая 2007 года приглашение на наше торжество 16-летие восстановления православного поселка потеряевка которое было 20 мая на проходной епархии не принимают и не пропускают к епископу у нас прием всякий всяких бумаг только в день такой-то и в такой-то час до этого занес приглашение губернатору края мэру города четырем генералом прокурору края краевому суде начальнику краевого управления кгб фсб начальнику краевого отдела милиции и во многие другие учреждения везде с радостью и тотчас приняли до такой бюрократии и закрытости от народа нет ни в одном мирском учреждении как в епархии московской патриархии нигде я лично вёл занятия по изучению библии по толкованием святых отцов православной церкви в пяти институтах во множестве техникумов учились в нескольких десятках школ в 5 в пяти отделах милиции в городском и краевом управлению у них внутренних дел воинских частях в летном училище и многих других учреждениях и вел три радиопрограммы и не было дня и места чтобы священники не гонялись за мной не подбивали власти не кляузничали на нас не лгали в печати и по эфиру представляя нас врагами церкви сектантами когда мы объявляем выбор в детский лагерь набор в детский лагерь они срывают наши объявления или пишут на них ересь нет числа и меры их пакостям нет храма где бы они не клей не клеймили нас но от встреч в эфире епархии у нас в церкви или в любом другом месте они категорически отказываются они выкормышей той системы которая дала им зачаться в пробирках кгб при митрополите сергии они беспокояны и крайне агрессивны и нам пойти к ним смелуйтесь над нами не выбрасывайте нас на растерзание диким зверям лютым волкам послание деяния апостольские 20 глава 29 стих ибо я знаю что по отшествии моем войдут к вам лютые волки нечадящие стада иуда 117 мы слышали что митрополит лавру высказывал желание чтобы при приходы на территории россии остались под его омофором вот и сотворитесь и видах видах экономии и экономии столь желаемой ныне многими вы можете объявить нас вашим подворьем для несогласных с объединением ныне большой выбор и право в православных юрисдикциях тех кто никогда некогда был в рпцз мы же хотим с вами остаться и также славить господа мы все еще поминаем митрополита лавра и епископа евтихия наши общины необычные тем что члены их пришли из мира они от бабушкиной веры юрист врачи педагоги программисты экономисты преподаватели инженеры бывшие коммунисты сектанты кришнаиты и другое ответьте нам письменно на бланке с печатью пожалуйста ради христа бога истинного и ради преблагословенной преснодевы марии что мы и дальше будем находиться под вашим омофором приглашаем вас к нам в гости отец аким раньше был в гостях у архиепископа марка и у архиепископа илариона в австралии в прошлом году я же был в синоде в 1992 году и там жил в комнате рядом с архимандритом арсением который подарил мне 12 томов фона златоустого с митрополитом виталия мы подолгу беседовали и тогда они даже слышать ничего не хотели про московскую патриархию потом меня отправили в лос-анджелес корлову никите и там я жил две недели ежедневно подолгу беседовал с архиепископом антонием синкевичем он с орловым очень сильно разгневались на меня столько только за то что дочь никиты федоровича татьяна завезла меня на полчаса к отцу александру миллианту чтобы дать мне возможность поблагодарить его за присланные им брошюры только заодно это меня истоптали и уже не смогли простить меня а теперь дело вот как повернулось что нас просто выбросили на поругание в подвергшие авгиевы конюшни затем меня отправили к отцу виктору потапову вашингтон 35 лет виду миссионерскую работу среди сектантов и поэтому архиепископ ларион тогда повез меня на встречу с баптистами в другой город в моем доме обратились сектанты и они теперь в разных епархиях московской патриархии трудятся священниками не покиньте нас не отдавайте нас на растерзание лютым не друг не другом кто знает быть может уже в самом скором времени мы можем вам ох как сгодится напрямую подчиняться московской патриархии мы никогда не будем и не пойдем а только через синод рпцз сос 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 книга притч соломонов 24 глава 11 12 стихи спасай взятых на смерть и неужели откажешься от обреченных на убиение скажешь ли вот мы не знали этого а испытующий сердца разве не знает наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его поспешите ответить нам сразу мы выброшены в пустыню сос 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 наш адрес россия индекс 656 016 город барнаул 16 улица вторая строительная 62 16 лапкин и гнати тихонович щец проповедник староста крестозвиженской общины начальник детского лагеря стану телефон 385 2 24 38 46 также 62 81 37 63 19 48 8 213 29 381 мобильный телефон 8 961 230 70 60 псалом 26 стих 10 ибо отец мой и мать моя оставили меня но господь примет меня к язычникам совсем не к православным послал господь апостола и старса он христиан давил и истреблял как скверну к язычникам совсем не к правоверным послал господь апостола и старса он христиан давил и истреблял как скверну и очищал от них земное царство. Но из гонителя в Ганимово предстал, лишился званий и регалий бывших, прозрел ослепший, встретивший Христа, в рядах партийных оказался лишним. Свой опыт, знания, умения и азарт сумел перевести в иное русло. Но на пути в Дамаск и мой начался старт, блажен, кто в переплавке, то и не струсил. Мой слух слова те слышит по ночам, куда, мол, прешь с подольниками вкупе, с подельниками вкупе. Свет неземной свой путь во мне начал, я им делиться должен был не скупо. Против рожна, конечно, не попрешь, распоришь грудь и многого лишишься. Себя погубишь, сдуру не загрожь, среди живых окажешься вдруг лишним. Гонить или проспект не зарастает, но лишь избранникам дано затормозить. Так сколько ж было прервано аресталищ, кто церковь гнал, неистово грозил. Блаженные слышащие голосы Иисуса и на три дня притихшие слепцы, кто путь широкий поменял на узкий, обобранный, голодный, но духовно сыт. Язычники слепые приняли иудея, поверили речам его посланием, одежду праведности во Христе одели, да общим благовестием во славе. И нам к евреям надобно собраться, сумеют ли они к Дамаску путь осилить. Жиды и Гои явно, что не братья, лишь во Христе и Елины наш Мессия. 15 мая 2007 года. Игнатий Лапкин.